всем привет сегодня я буду снимать дома потому что у меня есть что вам показать из последнего стрима вы наверняка видели гришу я так и держу его в заложниках не отпускаю пока он все не закончит да гриш гриша ты по-моему не услышал что я сказала я тебе держу в заложниках кивни если да большую часть работы мы сделали а вот меньшую самую кропотливую самую противную наверно да она не противно но на вот эту мелочь она всегда конечно добивает все массы сделано вроде как все а вот наша мелочь а вот и наша мелочь сейчас гриша будет вешать зеркало большое красивое зеркало эти у нас уже установлена раковина под ней еще нет тумбы а тумба приедет совсем нескоро она будет под заказ и у нас уже есть в раковине краны смесители которые работают ухты вам может показаться что зеркало висит высоковато но дело в том что у нас раковина поднимется на 10 сантиметров выше потому что тумбочка будет 80 сантиметров сейчас она низко ну так сделали потому что это временный вариант и так греша нас сделал в этот приезд в ванной вот такой покажи экран как он работает экран вот он сам его сделать начало до конца теперь там можно что-то хранить это очень удобно а вот потом гриша что еще сделал сделал вот что он сделал здесь работать теперь сушилка и стиралка вместе вот они стоят вот таким вот такой колонный на вот и туалет у нас еще пока не прикручен потому что мы до конца не не поставили его не выставили но я сказал чтобы он был подальше от раковины и от стиралки потому что оказывается это неудобно когда он впритык до смесители запустили мы мойку поставить смеситель работает вот видите как здорово теперь можно подходить одновременно все мыть да можно еще вот применять такую штучку который еще пока не в своем месте но это называется гигиенический душ он естественно вот рядом такой объемчик ты уже его предел я сушу голову все круто что не сделаешь ради эксперимента ой у нас крышка не пойму почему на двигаться тоже седам плиз девушка держишь да ой а каком так он просто вставляется что мой ножка конечная штучка алё вроде нормально москва на связи все кто-то мне плюнул в ухо вроде никого не оскорблял но они очень высоко надо прям на этой стене надо да а то молодость будет лежать и прям рукой ну и там чисто-чисто-чисто-чисто ближе слушай получается надо ее даже еще грубо говоря подтянуться же надо вот так что ли так ниже наверное не надо да ну чтобы она не впритык можно даже и повыше чуть-чуть и вот так я же не могу перец нормально да вот на уровне руки ноги ты же как не хронически будь беременда когда-нибудь тебя это закончится процесс так моя соседка сказала ты каждый пять ты как слон каждый каждый год беременна я говорю слоны не каждый год рожают по-моему они пять лет ходят беременны не помните друзья напишите в комментариях сколько слон ходит беременны так что мне сделали комплимент на кухне у меня пока завал я все принесла из ванны что-то там с продуктами тут с фруктами разложено в общем еще даже не занималась ничем проснулся одна матрона все остальные спят в общем я жду электрика для чего он мне нужно сейчас я вам покажу это будет совершенно неожиданно для вас новость но очень мне кажется это рациональное решение заняться именно в данный момент вот таким делом необходимо мы сейчас с вами спустимся в наш подвал это кстати запасной выход из дома ну или хозяйственные я выхожу отсюда обычно во двор скотный двор из крутая лестница маленькая и здесь мы еще пока не делали ремонт но планируем вот и вот смотрите вот как раз выход все узнаваемо да дальше смотрите что у нас тут захламленность конечно вот этого нашего пространства меня тоже естественно раздражает но больше всего не раздражает очень крутые лестницы ступеньки точнее вот вот этот вот бетонное перекрытие которое очень низкой голову бьешься ну и в общем то вот такое необустройство этого пространства не шикарный подвал под домом и просто мне кажется грех не использовать такую вещь а мы сейчас заснимем как было и как станет однако пыль сейчас я вижу да ты в маске работаешь молодец есть пока еще очень слабое освещение поэтому мы электрика сюда и ждем чтобы сделать здесь розетки нормальное освещение и вот одно помещение до которые сейчас отдалбливают старую штукатурку будем заново штукатурить пол будем бетонировать стяжкой может даже плиткой выложим есть в наличии в моих закромах и запасах плитка кстати говоря мы ее покупали сразу как сюда приехали она уже седьмой год лежит на терраске и она ждала своего часа когда должна была по идее моим бывшим мужем выложиться в ванной в туалете там даже не знаю какой цвет не помню то ли белый то ли голубой то ли зеленый но что-то такое однотонное что она так и лежит представляете до сих пор сейчас мы ее угоним сюда в подвал это помещение ведь она завалена всем подряд но это тоже временно потому что мы его точно также будем отбивать я уже рассказывала что в подвале у меня достаточно сыра все плюс не веет поэтому мы нашли причину мы нашли причину почему у нас здесь у плюс не веет дело в том что у нас вокруг всего дома испорчена как разрушена отмостка ведем репортаж с места событий верни ты мне поможешь вот смотрите вам сейчас покажу немножко продусь так вот вдоль и вы сами все увидите отмостка дому 30 лет до отмостка разрушилась потому что нет отливов у крыши то есть вся вода с крыш льется сюда и соответственно разрушает отмостку и все это затекает туда мы думали делать гидроизоляцию но рабочие строители посмотрели сказали что это будет очень дорого стоить во первых гидроизоляция во вторых скорее всего она ничего особенного не поменяет зато новая отмостка поможет поможет нам решить вопрос с затеканием воды в подвал ну и плюс отливы на крышу те нас от бани уже ничего не осталось стройматериал мы пока что не успели вот здесь убрать и накрыть потому что дожди идут сейчас небольшой перерыв а так конечно сами понимаете конечно несет накроем высушим на перекладинке положим и потом это все пойдет в дело как вы думаете куда я иду я сюда хожу мне кажется каждый каждый час каждой полчаса теперь как что не замучил корова я даже не думала что мы с тобой так долго в этом году будем мучиться с твоими родами и опять опять она у меня вся в навозе вся в молоке видите молоко рекой течет коровы не телится но мучит не мучит не телится но нет она у меня мучит почему она опять здесь потому что у нас очень-очень сейчас сыра и грязно естественно на на этом подиуме пьедестали мажется но если рода начнутся конечно ее быстро отмыть смогу в любом случае она не сильно загажена у нее нет таких прям засохших какашек вот и отгребаем мы часто видите мы постоянно приходим сюда отгребаем а вот лошадь молодец как это всегда сторонку сонька рожаю уже только не ночью ладно а то я быстрее тебя рожу ну что ж пока наши замечательные строители и гриша работают я пойду тоже на работу на кухню буду делать свои дела обычные завтрак я уже приготовила детям как же все грязно здесь вот тоже обязательно приведем все в порядок эти какие стены уже все отсырело из долгое время с крыши текло пока навеса не было ну прям заливала вот сюда и обувь тоже вся так сказать отсыревала в общем будем здесь переделывать вот они уже проснулись партизаны чего в туалет надо сходить нет доброе утро да все зеркало понравилось а кто это стучил нам стучат там знаешь где в подвале проверку связи знаете друзья то что я сейчас действительно занялась подвалом ноги наверно не поймут скажу что ли ну как-то ты там и здесь и все тебе надо еще сразу не торопитесь судить не торопитесь судить у меня есть определенный план конечно же и вот это предложение заняться на данный момент подвалом было как раз таки от моих строителей сейчас секундочку присяду уже долго стоять не могу как вы знаете первая их задача была заняться выравниванием площадки для того чтобы потом монтировать туда детский городок до сделать детскую площадку полноценную опять же вы видели сейчас только что в кадрах что блаже демонтирована баня вот но сейчас никаких работ не производится на улице потому что у нас периодически идет дождь очень сильный долгий затяжной конечно люди не могут работать в таких условиях поэтому приходится приходится куда-то девать людей отказываться от бригады сейчас это равноценно потерять ее на весь сезон сами знаете я оценю этих ребят они действительно очень хорошие очень такие честные старательные мне с ними комфортно вот ну и плюс по цене у нас всегда с ними все нормально сходится было предложение от прораба да то есть он сказал что мы можем тебе пока поделать кухню вот где я сейчас нахожусь а у меня есть тоже задумки как сделать кухню более эргономичный для себя потому что здесь мне совсем не хватает места мне здесь тесно детям тесно мы не можем покушать все вместе ну и так далее так далее да ну вот ребят вот честно из-за того что приближаются роды из-за того что я вот постоянно на этой кухне торчу не хочу я сейчас заниматься ремонтом кухни он мне очень и хочется и не хочется я говорю ребят давайте я рожу и потом мы здесь что-нибудь придумаем вот тогда поступил предложение спуститься вниз опять же чтобы меня не донимать хождением по дому чужих людей а подвал сами понимаете обязательно нужно делать потому что такое помещение не должно пропадать коробочку положи там они сидите проснулись мне надо уже сейчас быстренько заканчивать этот видеоролик и так значит в этом в этом помещении в подвале можно делать сыроварню установить поставить холодильную установку делать сыры не знаю какую-то прочку не прочь ну что-то в общем что-то техническое при этом там будет все чисто красиво аккуратно плиткой выложены часть помещения плитка выложены там будет сухо и там будет очень удобно много много что убрать из дома вот уж меня конечно нагромождено очень много то что можно было бы в подвал спустить аккуратно поставить чтобы это функционировало я вообще себе представляю что я делаю там какого-то мини-молочного цеха возможно что буду заниматься может еще чем то то есть чистое хорошее помещение никому еще не помешало с электричеством с розетками с плиткой правда ведь в общем друзья с вами прощаюсь потому что я говорю мне сейчас разгребаться и разгребаться тут на кухне кормить детей завтраком и опять ехать в город потому что объективно надо кое-что докупать еще и в ту же ванну и домой в общем до новых встреч мои дорогие друзья я думаю что вас обрадовал это видео потому что у нас много чего предстоит интересного и для вашего показа в том числе но я как всегда хочу вас поблагодарить за помощь и поддержку кто нам ее оказывает на новых встреч мои дорогие друзья всем пока 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 пока